Даже в Европе, если вы находите такие же небольшие цеха, а вот если вы находите маленькие заводики в Европе, которые конкурентно способны по ценам, по срокам вряд ли, но по ценам они конкурентно способны, зачастую даже очень, то дальше и серии «Залекой жили мастера». Значит, делаем быстро, качественно и недорого. Подчеркните, нужны два пункта, третий никогда там не будет. Вот я сейчас нашла, например, компанию, которая стабильно в течение второго года держит качество. При том, что компания, я общаюсь только с менеджерами, и мне менеджеры привозят образцы. Я не знаю, кто это делает, но когда мы попросили их большой объект, они сказали, да, все равно это срок. На вопрос, а как же так, они говорят, а у нас несколько цехов, мы размещаем в разных местах. Для меня конкретный человек является представителем вот этого всего. Но если он завтра исчезнет, отдельно взятый конкретный человек, что будет, я не знаю. То есть, вот скажем, ну, Кирилл Кирилл, она упала, как получить обратно заказ? Я даже не знаю, где этот заказ производится. Поэтому я никогда не беру на себя функцию менеджмента, да, я нахожу производителя, утверждаю заказ, но всегда говорю заказчику, что ответственность за его деньги, которые он заработал, лежит на нем же. Понятно, да? Я за свои-то не могу отвечать, не то, что за чужие. Поэтому, конечно, люди есть, но практика показывает, что вы берете все равно ни одного человека, а пять. Они вам делают образцы, вам что-то больше нравится по цене, что-то больше по качеству. И с этого момента, в общем, тендер, золотое слово тендер. Так, чтобы, даже сейчас, когда есть какое-то количество людей, которые не подводили в течение последних двух лет, все равно прошу образцы, потому что, учитывая, что Иван Иванович уволился, надо всегда. Вот, собственно говоря, все. Хорошо, потом, если подойдете, я вам дам название компании. Еще вопрос, потекающий за это. Почему вы сейчас используете именно эту форму в виде, подкладывающуюся в твое? Сейчас попробую сказать. Потому что любю объем. Ну, то есть, во-первых, мне очень нравится анфилатная система и все, что с ней связано, она невозможно для жизни. У нас очень малоудобно. Есть у меня какое-то количество людей, которые живут в классических интерьерах именно с анфилатной системой и делали ее специально. Но они знают, что они свою жизнь под это подстроили, потому что для них жажда не что, а им очень все. Уважаю, снимаю шляпу. Но, как бы, это определенная категория людей. А если у вас просто две комнаты и дальше есть семья из трех. Я живу в доме, который я сделала много лет назад, в котором мне очень хотелось большое открытое пространство. Я его и сделала. Абсолютно не понимая, что со временем я начну размножаться. Что со временем появятся еще люди, которые готовят ребенку или занимаются ребенком. Они у меня все на глазах, и я у них на глазах. Я этого ничего не хочу. А у меня уже все открыто. Поэтому, если я буду перестраивать сюда дом, то я точно буду перекрывать какие-то пространства. Вот, собственно, эти раскладушки дают возможность делать дома на вырос. Или, во всяком случае, как-то манипулировать объемом. То есть, если вы ее закрываете, ну, не гармошку же делать, да? Ну, поэтому просто многостворчатые двери. Хочется иметь максимальный проем для объема, когда это необходимо. Но возможность полностью перекрыться. Вот, собственно говоря, и все. Это та же самая манипуляция. Я люблю вариативность во всем. Да? Даже в том, что я не умею. Я, например, не умею делать асимметричные вещи. Не умею, не чувствую. Но если я когда-нибудь нащупаю элемент, который позволит симметричному пространству стать асимметричным, я точно так же буду его использовать. Я за возможность меняться. Почему? Я и говорю, что архитектура – великая профессия. Вы ничего не сделаете. Вы должны быть великим. Или хотя бы очень профессиональным, точным, чтобы это не стало раздражать ни через день, ни через два, ни через месяц, ни через десять лет и не устарело. И в интерьере есть возможность устареть интерьеру. И что обычно и происходит. В этот момент люди начинают все менять. Так вот, на мой взгляд, надо делать максимально все из того, что вы умеете, чтобы людям пришлось менять минимум. Чтобы как раз элементы, которые подлежат замене, были не трудоемкие и не энергоемкие. И имеют в смысле материальный затрат. А двери, когда они из двух частей, вы можете на шпингалете держать открывающиеся только одну или две. А две другие служат стенками. Но зато, если вы по какой-то причине решили устроить вечеринку, вы можете все открыть и получить максимальное пространство. Даже, я не знаю, на Новый год большинство для родственников поставить. В общем, это удобно. Для объема удобно. А многослуживая дверь, как предмет, абсолютно не с ума садом. Все. Что еще? Все? Ваши вопросы задавайте. Нет, тогда я задам. Я не думаю, что вы не посреди. Я хотела спросить, прошу про женщину, Ирина Алексеевна, компания «Мужистая горожница». Какая прелесть. Ой, спасибо, не опасно, я не постараюсь, как приятно слышать. Потому что... Нет, я протушусь на горошек. Дело в том, что вы упомянули о том, что он, считать, должен быть профессионалом, иметь вкус, да? То есть, вы декорировали... Нет, я не хочу сказать, он должен быть профессионалом. Если у него есть вкус, считайте, что ему повезло вдвойне. Но просто декорирование – это вещь, которой можно научить просто не падать в пропасть. Не падать... Вот слева, справа красные флажки, как на охоте. И показать эту тропинку, да, за которой пропасть, не проблема. Это для того, чтобы быть грамотным. Знаете, как в том анекдоте про воды? Не ужас-ужас-ужас, а просто ужас. Вот как бы... В этой зоне можно научиться не быть ужасом. А вот для того, чтобы быть артистом, нужен вкус. Понятно. Вот для меня артист с большим вкусом, правда, мы в Матейзистале. Это абсолютно серьезно. Я давно не подплюдаю за вашими работами. Это всегда очень красиво и здорово. А вы еще сказали о таких местах, о таких сокровищных, ну, как Измайла с этим дядечкой замечательным, да? Вот у меня вопрос следующий. Я люблю Париж. У нас даже на шторм 50, надо сказать, что очень приятно. Вот знаете ли вы какие-то места там, которые могли бы так и тайно быть? В городе Парижа? Да. Знаете, и места... Ну, на самом деле, для меня одно большое, абсолютно не тайное, а явное место, это Порт-Клинингур. Там, где Амаршео Плюс, ну, какой-то один из рынков, а там дальше Амаршео Дофины и остальные. Вот в смысле... Даже, кстати, вопрос о тканях. Я покупала там узкие ткани, вышитых по конве XIX века, и потом использовала, то есть я обливала мебели, делала из них какие-то стали. Они продаются до сих пор. И там же можно найти... Они, правда, узкие, вот эти антикварные отрезы. Я не знаю, каким образом это работает, механизм. Почему это сохраняется в рулонах с опечатанными пломбами в таком промышленном размере, но это есть. То есть можно купить рулон хорошей старой ткани. Такое существует. Но там охота. Это вот, знаете, как для хорошего охотника какой-нибудь лесной заказник. Там, вне зависимости от того, на кого ты охотишься, что ты поймаешь, неизвестно. Хотя практика показывает... Там у меня был один случай, когда мне нужно было 4 одинаковых антикварных люстры. То есть вы понимаете, кто этим занимается, что даже парные найти уже не... В общем, не выйти покурить, да? Все равно надо потратить время. А мне нужно было 4. Я приехала, нашла 4 одинаковые антикварные люстры. Не новодельные, антикварные. И говорю, мне нужно купить вот эти люстры. Но так как у меня плохо с любым языком, то мне люди отвечают, я понимаю. Нет, вы можете, вы не можете купить 2. А можете только купить все 4? Я говорю, мне нужно все 4. Они говорят, нет, вы не можете купить 2. В общем, у нас этот разговор был минут 10, пока я не нашла языка, который смог мне все это перевести. И действительно, распродавался дом. Есть там некоторые лавки, которые продают именно разобранные дома. Не отдельно, там магазин, который занимается люстрами, или каминами, или еще чем-то. А не важно, что разобрали. Вот в этом доме продавались люстры и какие-нибудь брузы, и вот, пожалуйста, там и стоят. Или какой-нибудь каминная библиотека громадная, неформатная, которая, в общем, понятно, куда и как собирается. Оно и стоит. Есть такие места, куда можно абсолютно ехать за габаритными вещами. Вот эти сейчас 4 люстры до сих пор висят в городе Москве и прекрасно себя чувствуют. Я к тому, что там поймать можно разное очень. А из остального в Париже... Только мизонабжи. Нет, остальное все просто... Есть, например, если вы любите антиквариат, вы можете, или каким-то образом даже не любите, а просто используете его в работе, и там есть, кроме Маршео Пюс, но это уже такая другая ловля, есть аукционный дом большой, многоэтажный, где происходят аукционы каждый день практически на то ли 4, то ли 5 этажей, может быть, по-моему, не меньше. Каждая комната... То есть это такой большой дом с большими... Как школа, с большими классами. Каждая класс — это аукциона. Преодо-аукционная выставка может быть несколько часов, а может быть несколько дней. Причем, что там будет в этой комнате? Там могут быть только пузырьки какие-нибудь у духов, которые кто-то собирает. Может быть, все на свете в другой комнате, в третьей комнате может быть только мебель, в четвертой там только зеркала и стекло. Это такая же охота, но это... Туда приходят те, кто потом дальше откупает и везет к себе в магазины в том же Париже. И вообще, ну, по всему миру. Это такое совсем уже профессиональное место. Либо коллекционеры, либо те, кто собирает, знает. Там могут быть аукционы. Я узнала вообще про это место, потому что у меня там приезд, художник работал в галерее, и у него там постоянно происходили аукционы, его персональные. И оказалось, что это вообще целый, ну, такой, как лунцун. Ну, как цунг, в общем. Вмещение громадное. Это к вопросу о ценообразовании, потому что ниже, чем там, больше нигде нет, чем на этом лунцунге. Решение надо принимать быстро, смотреть быстро. Но если вы охотник, то, в общем, как раз это место для охоты лично. Я потом тоже скажу название и адрес. А так, в Париже, я знаю, знаете, где места? Вопрос от Камента. В Брюсселе тоже могу дать адрес. В Брюсселе, во-первых, это близко. Сколько летит, типа час. Ну, в общем, что-то очень, как в Питере. Но, там есть больших два ангара. Один, как самолетный ангар. Там на больших таких, я не знаю, как назвать такие, грудные палки, на них рулоны тканевые. Вот в том виде, в котором они есть. Если ширина 3 метра, ну, почти там, 2 с чем-то, то такой рулон и висит. Там громадная высота. На самом деле, как любое оптовое место, но из-за того, что большой объем этих примещений, вы можете... Там есть, конечно, вы можете заказывать. Но там, кроме всего прочего, если вам нужно вот сейчас срочно в Индополож, и вы находитесь где-то в Европе, и у вас объект где-то в Европе, то туда можно долететь, отрезать кусок ткани, который вам нужен, сложить его в чемодан и вернуться куда-то. Во всяком случае, это вот то, что молниеносно. И там очень большая амплитуда колебаний, стилевая, есть разная. И ценовая тоже есть разная. И вообще, в этом смысле, Брюссель еще место для антиквариата, наверное, даже поинтереснее, чем Париж, я имею в виду цену образования. Только не за живописью. За живописью их не надо, потому что там уже почти во всех антикварных... Есть менеджеры, говорящие по-русски. Я имею в виду антиквариат, которые торгуют живописью. Потому что наш антикварный рынок во многом, особенно касается то, что западноевропейского искусства, он вот эта цепочка пищевая, предпоследнее звено перед Россией, оно как раз там. Поэтому цены на живопись там довольно большие, а вот на мебель... Ну, понятно, что там 60-е, 70-е подорожали сейчас сильно, но вообще там можно поймать разное. И там еще в прошлом году летом можно... Я видела ампирную кровать с хорошей бронзой, прямо вот с хорошей золоченой бронзой. Она стоила меньше тысячи. Ну, то есть какие-то совсем фантастические вещи. Я когда бы начала делиться с горящим глазом с людьми, которые хорошо это место знают, они говорят, ну, конечно, там же половина ворона у всего продается в Европе. То, что украдено, продается в Брюсселе. Но, в общем, репутация подмоченная, но рынок большой очень. Потому что там громадные... Они, правда, в отличие от Франции, меньше открытого воздуха, но когда вы ныряете в эти антикварные ангары, там такой же принцип, как в Париже. Маленькие лавки, собранные все под одним пространством. У них есть и рынок, и какие-то магазинные большие зоны. Там интересно. И там очень интересно еще в Брюсселе делать деревянные... То есть покупать деревянные изделия и заказывать их. Ну, как все, что делают. Вот как у скандинавов у всех. У них хорошее деревянное производство. Здесь почти никто его не представляет и не продает, насколько мне известно. Я пыталась найти, оказывалось, что да, люди могут, но они будут точно так же связываться. Потому что библиотеки, мой дадыры большие. Ну, вот у них прямо традиция. Делать такие экологичные и чистые, очень по дизайну вещей. Вот так вот. Но это вообще на самом деле время от времени выходит же. И АТ печатает, да, и в декор печатают какие-то справочники. Но если кто-то из вас, кто не ленивый, соберет это все вместе и каким-то образом потратит время на организацию, я думаю, что это книжка, которой сильно не хватает вот такого подиводителя. Именно не в брошюрном издании, а в книге, которая была бы как настольный справочник у декоратора, вообще это было бы замечательно. Потому что это есть информация, но она не аккумулирована вместе. Или хотя бы интернет-портал так бы сделан у декоратор. Если кто-то надумает, просто будет низкий поклон на земле от всех. Что еще у нас? Все вопросы задавайте свои. Тогда прощаемся. Да, 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 все, пап. Ради бога. Мне вот, вы говорили про дом с большими потолками, чтобы было неуметно жить и так далее. У меня есть просто заказчик, конкретный. У него ресторан. И вроде бы, ну, вот в суток потолке, там все красиво, там, где есть окна. Но там есть проблема, там есть очень много пустых стен. Вот я просто знаю, что они расспешиваются на какой-то вот такой вопрос. Ой, знаете, какая вещь стильная. Есть итальянская компания, тоже, кому интересно, он для тех, кто делает общественные места. Жилье только для каких-то людей, ведущих клубный образ жизни. Вот, да, для них это может быть. Из пластика делают объекты. Пластик этот может быть зеркальный, например, да? Это может выглядеть, как капля ртути на стене, но только этих каплей какое-то громадное количество. Ну, то есть вы покупаете их по отдельно и собираете объекты сами. То есть вы сами занимаетесь в этой зоне отчасти творчеством, потому что это как конструктор. Что соберете, то и будет. Но вы можете купить два крупных элемента и десятых мелких. Это абсолютно, так сказать, удовольствуемо по бюджету, но заполнить вы этим можете в большой объем. И превратить в одну большую композицию. Вот это тот случай, когда симметрия работает идеально, да? Взбивая как раз симметрию, ну, как камертон в музыке, как какой-то контрапор. Попробуйте. Эта компания, она делает разные вещи. Это могут быть капли, это могут быть сферические, как полузеркала. Ну, знаете, когда выгнутые, как рыбий глаз. Но это не рыбий глаз, честно говоря, потому что это может быть... У них там выбор пластика этот колоссальный раз. И плюс они делают какие-то мелкие объекты. То есть можно таким образом пойти. Но я не очень понимаю, крутая роспись, это что имеется в виду? В какой стилистике? Ну, а роспись больше под... А фотографии? Просто я скажу, у меня в Питере есть объект, большой ресторан. И я понимала, что деньги... Ну, то есть, так как я вообще-то делаю своим приятелям, а у них, как у всех нормальных людей, деньги заканчиваются рано или поздно во время строительства. А открываться им надо тогда открываться. То есть можно открыться, и они потом, ну, как бы, заработают их, потом что-то повесить. Но практика показывает, что это потом никогда не... Люди открываются, к ним приходит клиент, все. И они точно, ну, да, ну, пустая стенка, ну, и пусть... Ну, люди же едят. То есть их, я знаю, что будет устраиваться. Хоть они мне и говорят, что они потом все будут. Ничего они не будут. Да, за редким исключением. Поэтому, вот я, например, часто очень делаю фотографии какие-то интерьерные. Но вы же все ездят, все ездят с фотоаппаратом. У вас у всех наверняка, и раз вы этим занимаетесь, интересуетесь, хорошо поставленный глаз. Просто хорошего качества фотографии и вперед. Ну, то есть, я понимаю, что, наверное, не надо быть достаточно наглым, чтобы их подписывать. И воспринимать это как, да, как искусство фотографии. Но как интерьерное пятно, безусловно. То есть, фотографии же сейчас растягиваются, если вы... И плюс камеры, даже недорогие камеры, дают возможность печатать довольно большой объем. То есть, ну, вот пришли, сняли кусок желтого забора и повесили все. У вас все есть. Это очень плохо решается в зоне классики. Вот если у вас дворцовый интерьер и пустая стена, то там точно... Вы, конечно, можете пойти по пути разброса на ртуте на стене, но для этого у вас вы должны уже миксовать интерьер. Да, вот там вы уже легким испугом не отделываетесь. В современном пространстве. То есть, есть инструменты... У вас вообще не нужно не подходить. Если вы готовы подарить людям эту фотографию, то цена вопроса ее напечатать, повесить. Все. И правда, как раз таки в том, что это классический ресторан с этническим каким-то образом... Сюзанне. Сюзанне, причем в Измайлово. В Измайлово дают способ, как общаться с людьми. Если вы приходите в Измайлово там, где кавры и вышивки, то люди... Ну, понятно, они торговцы. А люди дальше интересуются на тех, кто умеет торговать, а на тех, кто не умеет. Вот если, например, мой муж приходит что-то покупать, то ему дают даром, лишь бы он ушел. А я всегда плачу копейка за копейку и не умею вообще обсуждать ни с кем и никакую. Просто не умею. Для этого мужа такой же талант, я бы как готовить, я не знаю. Ну, в общем, у меня его нет. Так вот. Но когда я прихожу, например, за коврами или за теми же Сюзанной Размайловой, так как я работала в музейского народа Востока, то какие-то вещи, про которые я понимаю. И мне же начинают рассказывать не про цену. Любой торговец, он начинает говорить или про время, про качество. А я говорю, нет, ребятки, меня все это не интересует. Вот у меня есть в подном кулачке зажатые 300 евро. И нужна мне вещь красная с зеленым. То есть меня ваша, вот вся лирика, она не волнует. И дальше те, кто намеренно собирался заработать на вас двойную прибыль, они сами отваливаются и к вам не пристают. А остаются те, кто хочет продать. И тогда уже очень просто разговаривать. Вот это меня интересует размер цена-качество. Меня не интересует, когда это сделано, кем это сделано. И сколько экземпляров. Размер цена-качество. И вот тогда, не торгуясь, можно получить то, что вам надо. Но правда, Сюзанне, потому что... Или Керима. Но Керима на стенку не повесишь. И Сюзанне повесишь. И получается, если вы говорите об этнике. Сюзанне. Это очень красиво. И как ни странно, если Сюзанне с большими кругами, какими-нибудь, вот солярными символами, и с хорошим ритмом цвета, там может быть, например, на темном собранные какие-то белые круги, они смотрятся абсолютно психиатрическими. То есть какие-то... У любой классической вещи, да, она вдруг выхвачена из времени, попадая на определенную модную какую-то тенденцию, вдруг она становится современной. Вот ровно за счет этого. Вот эти все солярные символы, закругляющиеся в разные стороны, это, в общем, психиатрик. Вот если смотреть современным взглядом на это, Сюзанне, попробуйте. Ну вот так, чтобы классика и этника одновременно... А, ну тарелки, ну, есть какие-то, ну, совсем такие. Тарелки, ну, для этого. Если покупать их здесь, в Измайлова, да, ну вот, это, кстати, на базе Сюзанне сделанная ткань дорогая. Судя по тому, что я вижу, ткань дорогая. И ее так не повесят, потому что будет видно, что висит на стене кусок современной ткани. А Сюзанне бывают очень большие, ну, правда, прям совсем большие. Так вот, может оказаться, что вам билет на самолет в Среднюю Азию и с походом там по-прежнему остались. Помните, у нас были художные салоны, куда сдавали члены Советов Художников или, ну, в общем, куда сдавали свои работы. Сейчас там такая же история. Я была в Узбекистане. Какой главный город? Бухараб. Ташкент? Значит, я была в Ташкенте. Так вот, там есть такой художный салон, где вы приходите и смотрите на тарелки, например, их много, и говорите, а вот с этим рисунком они говорят, это деревня такая, это там уже мастеронная, поэтому ничего не осталось, этой школы больше нет. А вот это? А вот это? Там все есть. А сколько у вас времени? Ну, полтора дня. Ну, хорошо, мы успеем. И вам привозят все, что вы на деревне сделали. Потому что, ну, они точно так же продают все. И вы набираете эти тарелки все разные. Потому что то, что здесь продают в Измайлово, продают тарелки. Но они все одной школы или двух школ. И они, нет, есть маленькие, есть большие, разные. Здесь продают тарелки больше из прикладных соображений, не для стенок. Или покупают себе те, кто плов любит, или те, кто любит тарелочки на стенах, или те, кто вообще любит этнический стол, да, там, какие-то две олужки. А на месте можно найти. То есть я имею в виду, что соотношение ценно-качества с разницей билет на дорогу может оказаться там для вас гораздо более эффективнее, чем здесь искать долго. Там приехали, потратили три дня и поездом отправили. Ничего не стоит практически. И здесь получили. Все. Ну, в общем, разные есть способы. Но это если говорить про Эднику. Если говорить про классику. Ой, легким успехом не оделаетесь точно. Что еще? Где в Москве вы берете аксессуары, для хороших успехов? Везде. Везде. Вот где плохо лежит. Иногда, я вам скажу, что от твоего дома, где бывают абсолютно неожиданные вещи, единственное, что вот вещи, которые мне и вам, я думаю, нравятся, они в твоем доме появились какое-то количество лет назад. И, кстати, в Кроусе есть, да? Там какие-то тоже, ну, вот, хозяйственные, большие эти строения, где все для домоводства продается. Но они дорогие. Ну, как бы там наценка есть, она определенная, если вы это не заказываете. А так, есть разные компании, услуги, которых я пользуюсь, у которых нормальное соотношение цена-качество. Хотя, если вы собираете целый дом, все равно лучше мезонабжения никто не придумал. Если вы приехали, например, много купили. Дальше вопрос, считаете ли деньги заказчика, или там свои деньги, я не знаю, в зависимости, кто как делает, или не считаете. Но вот я устроена, мой мозг устроен так, что я не могу потратить больше, чем тут мне стоит. Если я знаю, что у нас сэкономленные деньги, можно купить картину, скульптуру, столовое серебро или что-то, что относится к зоне, ну, конечно, реквизита, но не исходящего реквизита, вопроса реквизита. Это может еще не быть искусным, но быть к нему ближе. Ну, к прикладному я не буду, конечно. Поэтому вот так. Мест московских, которые поедешь, ну, сейчас можно охотиться где угодно, на самом деле. То есть среди абсолютно ненужных вам мещей вы можете найти какой-нибудь дивный подсвечник, вот я про это, в какой-нибудь сувенирной лавке. Сейчас сеть... У нас, правда, один период времени был так в моде Прованса, там, тосканский стиль Прованса, вот это вот все было так много, что этого сувенирного появилось много. А вот, например, если вы хотите какие-нибудь аскетичные скандинавские вещи, то практически, вот, если вы считаете деньги, то кроме Икеи идти некуда. Это какой-то Бо-концепт. Знаете, Бо-концепт замечательно, недешево. Не дешево. Не дешево. Как-то у меня концентрировалось на это Бо-концепте, а аналогов я не нашла. Бо-концепт... Знаете, как есть разные, там, есть компания... Аналогов... Нет, ну да, это все такое... На дороже, заказывать в Италии и привозить текстуары по каталогу. Ну да, так на самом деле у многих. Но... Дело в том, что есть люди, которые вообще планируют свою жизнь, да, и решают проблемы заранее. Есть люди, которые делают... Я часто вижу проекты, где там все до подсвеченечка, есть еще до того, как люди начали строиться. Это определенный способ организации труда, бизнеса и все прочее. Так как я бизнесом не занимаюсь, то я решаю проблемы, как ошпаренная кошка. То есть вот у меня уже все стоит, а мне чего-то не хватает. И тогда я начинаю истерично метаться по городу. Но вот в зависимости от надобности, потому что на самом деле тоже Измайлова, если брать его прикладную часть... Кстати, хочу сказать, для тех, кто там был давно и перестал ездить, потому что... Я была одна в этом месяце и была поражена количеством вещей. Мне местные, которые там часто живут, сказали, что это признак кризиса, люди достали вещи. То есть там можно, например, почти на земле увидеть какие-нибудь ампирные парные вазы, чего раньше никогда не было. И сейчас все забито. Вот если сейчас ехать смотреть, товару больше, чем людей. Его просто очень много и он очень разный. Если кому-то надо... Потому что я не ездила туда два года по схеме, кроме как за график, и даже не захотела в эти ряды. Это появилось вот в конце зимы. Сейчас там удивительное количество совершенно неожиданных вещей. Если говорить про прикладные вещи. Вот так вот. Что еще? Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с цветом? С цветом? Кое-как. Во всяком. Цвет или сыр? Цвет? Цвет. Цвет. Для меня, вы знаете, цвет не самоцель, да, средство. Ну, как и все остальное. Цвет для меня, конечно, энергия. Если я хочу покоя, то цвет сведен к минимуму. Или он сильно, сильно загашен. Если я хочу покоя с возможностью, знаете, как есть, это же разные формы жизни. Есть люди, которые говорят, да, у нас вообще не бывает гости на семейне, да, нам нужно, чтобы было все, вот, все как для семейне. А есть люди, которые говорят, а, у нас сплошные вечеринки, и мы вообще не планируем заводить семью. Вы же не будете спорить, что рано или поздно это с каждым случается, да? Вы просто должны сделать то, что должны. Есть семьи, которые, у них семейная жизнь, но время от времени у них бывают вечеринки. Вот для этого существует цвет, вот в тех самых небольших деталях, которые можно поджать. Ну, как энергия.